Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео я хочу с вами поговорить про марафон, который называется охота на разведчика, в котором можно будет получить Panar EBR 75 FL-10. Примтанк 8 уровня, колесный, которого еще не было в продаже. Конечно же можно сказать, что этот танк можно получить бесплатно, если ваше время стоит ничего. Если же вы цените свое время, то это очень даже дорого для вас обойдется, поскольку вам придется играть весь этот марафон довольно-таки много, поскольку задачи довольно-таки задротные и требуют много времени. Марафон будет длиться 14 дней, с завтрашнего дня по 7 марта, то есть завтра уже в 9 утра по Москве можно будет начинать выполнять этот марафон. И уже очень давно понятно и заметно, что картошечка научилась монетизировать и получать доходы со своих марафонов. Первый марафон, в котором я принял участие, и это кажется был вообще в принципе первый марафон в истории картошки, если мне память не изменяет. Это был марафон на ИС-6. Это первый мой премтанк, который я получил в этой игре, и я его получил бесплатно. Я в принципе в то время, когда начинал, первый год я наверное не донатил в картошку вообще, а зачем? Акции были, марафон, премтанк, бесплатно, зачем вообще туда донатить? Тем более ИС-6 в то время, лет 5 назад, это был довольно-таки популярный, классный и всеми любимый танк, который славился своей круговой броней, мог танковать не только лбом, но и бортом. Да и в принципе ромбики на нем выставлять было прикольно. Также у него была хорошая скорострельность, но кривая пушка. Пробития в принципе было достаточно на то время. Сейчас же то пробитие вообще ни в какие ворота не лезет. Поэтому картошечка решила немножечко поапать льготные танки, хотя им нужен новый балансировщик. Но это совсем другая история. Потом на следующий новый год, а первый ИС-6 был марафон на новый год. Второй марафон, который я помню, это был уже на танк ВЗ-111. Этот марафон я успешно пропустил, ну и в принципе я ничего не потерял, поскольку этот танк потом продавали миллион триллион раз. В тот новый год я был занят, я в принципе веселился и гулял. Ничего меня в танках не заботило, да и премтанк у меня уже был, зачем мне еще один, тем более похожий. Уже в то время я понял, что в картошке нужно ценить не только премтанки, но и свое время. Если мне есть чем заняться во время марафона и есть поинтереснее занятия, то я занимаюсь чем-то более интересным, чем марафон. Поскольку в этой игре я ничего не потеряю, пропустив какой-то там марафон. Он никуда от меня не убежит, этот танк. Да и в принципе картошка за все время, пока она делала эти марафоны, танки, которые были главным призом марафона, никогда не были имбой. Разве что ИС-6 был довольно таки неплох. Но этот танк уже давно в прошлом, как и тот марафон, в котором нужно было всего лишь набивать опыт на каждой нации. И можно было начинать набивать опыт уже с 6 уровня. В то время я уже понапрокачивал кучу всяких веток до 6 левела и понабивал этот опыт, получил и удовольствие от различных веток и наций, получил удовольствие от марафона, в принципе и от самого танка я тоже удовольствие получил. Сейчас же марафоны совсем другие. Если раньше они просто поднимали онлайн настроение и желание играть принимавших участие в марафоне, то сейчас марафоны скорее делают для того, чтобы поднять онлайн, поднять бабла, ну и в принципе все. Сейчас премтанки, которые раздаются в марафонах, это далеко не имба. Поэтому если вы их пропустите, это не будет каким-то разочарованием. Да и скорее всего через время вы потом сможете купить этот танк. Поскольку вы видите, что каждый танк, который был в марафоне, потом можно купить. Причем, если покупать этот танк марафонный во время марафона, то скорее всего в него накидывают в пакет марафонного танка кучу мусора. И премиум танк стоит не 2500, а уже там 1400, если его покупать сразу целиком, не выполняя ничего. То есть получается, что это очень дорого, если вы не будете выполнять задания. Но если вы купите целиком этот танк когда-нибудь через время, года через пол, или через месяц, через два, когда картошка выкатит в продажу это чудовище, то там уже не будет пакета с мусором, а будет чистый танк. Поэтому если вы цените свое время и вам вообще нет желания именно сейчас выполнять, то скорее всего легче купить его когда-нибудь потом. А можно и вообще не покупать, поскольку колесный танк будет очень тяжелый в управлении, на нем очень сложно играть, он по-любому далеко не имба. Если вы следили за тестами этого танка, то он и близко не имба, просто обычный танк, на котором еще и тяжело реализовать его геймплей. Поэтому если вы собираетесь покупать, то лучше купить когда-нибудь потом, когда будут продавать его без мусора. Если вы богатый и хотите прямо сейчас, пожалуйста, это ваше дело. Для большинства этот танк будет очень сложен в освоении. Для большинства этот марафон будет тоже недосягаем, и большинство пройдет там задачи до шестой, седьмой, там на восьмой большинство застрянет, мне кажется. В принципе, как и я. У меня во время марафона очень часто сильно горит, потому что меня прям заставляют в это играть. Потому что марафон выкатывают именно когда им надо, и все. А у меня забывают спросить, хочу я сейчас много играть в картошку или не хочу. И со всем этим горением я обычно дохожу задачи до восьмой, и все. И там где-то моя пердочина начинает летать вокруг Марса. Поскольку там еще есть какие-то задачи на победы и так далее, то я думаю, в этом марафоне будет полыхать знатно. Но что радует в этом марафоне, там есть задания на девятках. Но опять же, не все задания легче выполнять на девятках, некоторые на десятках. Но это задания на мастерство. Большинство же будет выполнять задания на задрочку, и там реально понадобится очень много боев времени, чтобы все это пройти. Поэтому там, наверное, часа по четыре в день придется 14 дней подряд играть в картошку. Решать вам бесплатно это, или же все-таки ваше время чего-то стоит. Нет, поскольку не все играют хорошо, и кому-то понадобится намного больше времени, кому-то меньше. Кто-то будет выполнять задачи половину на мастерство, половину на усердие. Честно говоря, в таком марафоне ничего нет плохого, казалось бы. Картошечка научилась монетизировать марафончики, и они будут с этого получать бабки. Те люди, которые просто играют в игру, им вообще все равно на марафон и на марафонный танк, просто играя в картошку и вообще даже не читая задания, все равно будут выполнять эти задания. И при этом, при всем, каждая задача на пути к марафонному танку дает еще какие-то свои небольшие награды. Поэтому, если вы просто играете, и вам вообще все равно там на все, вы ничего не потеряете. Единственное, что рандом будет, как обычно, напоминать дурдом. Хотя, мне кажется, рандом и состояние дурдома давно уже даже не выходит. Это у него перманентное состояние находиться в таком вот виде. Единственная проблема этих марафонов в том, что каждый танкист на подсознательном каком-то уровне все равно хочет получить этот танк, хоть он и нахер никому не нужен. Все равно хочется, чтобы было. Может, на нем даже никто и играть не будет. Честно говоря, я вообще на марафонных танках не играю, это такой мусор. И на этом, скорее всего, играть тоже вряд ли буду. Поскольку, единственная, наверное, имба в колесных танках, это десятка. И до этого марафонные танки я, в принципе, не катал. Так, чуть-чуть постримлю после марафона. Сделаю один стрим. И все, в принципе, я на них больше не играю, потому что они мусор. Конечно, этот танк можно получить и использовать его потом в линии фронта, поскольку в линии фронта ЛТшки довольно-таки интересные. Но у меня уже есть ЛТ-432, который явно приятнее, чем это колесное чудище. Решать все самим вам. Как относиться к этому марафону. Большинство танкистов в основном делают так. Сначала у них есть азарт получить этот танк бесплатно, потом начинает время от времени гореть в жопу, потом времени не хватает. Туда-сюда, там свои личные дела, там или уже от игры горит. И в итоге там получается какая-то скидка. И танкист такой же. Да ладно, я уже куплю, но его в жопу этот танк и марафон. Купил, а нахер он нужен? Непонятно. В принципе, этот марафон, мне кажется, будет такой же. Самое главное в этом марафоне, чтобы вы четко понимали, что происходит. Чтобы вы не портили свое здоровье, не нервничали, не переживали. Просто играйте в игру столько, сколько вам хочется. Сколько у вас есть времени, желания. Нет времени, есть что-то интереснее, пожалуйста. Даю вам совет. Через силу не играйте. Только хуже будет. Этот всратый танк еще тысячу раз будет продавать. Здоровье важнее, чем какая-то игра и какой-то танк, который ни разу не имба. Хочется играть, вам нравится игра, играйте, пожалуйста, хоть 24 на 7. Если есть чем-то другим позаниматься, ну позанимайте. Не надо через силу. Даю вам совет на своем опыте. С вами был Варчик, играйте красиво. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok